Никита Загузов 11 лет, из 17 плавает. Если сравнивать с рыбой в воде, то Никита в явном преимуществе, ведь знают все виды. К ролям, да, ну вольный стиль, брасом, батерфляем, комплексом раньше плавал, то есть разными видами по несколько раз. На спине, наверное, первое, что я научился в бассейне, это плавать на спине, а потом уже дальше пошло по накатанной. В этом году Никита заканчивает школу, планирует поступать на актерский факультет. Будучи сам учеником, уже преподает в школе борьбы. В бассейне ранним воскресным утром пришел для сдачи норм ГТО. Среди сверстников показал лучший результат – 39 секунд при золотой норме в 41. Инструктор по физической культуре Наталья Черненкова в возрасте Никиты тоже была готова и к труду, и к обороне. В школах была введена также норма ГТО приблизительно по такому же сценарию, как сейчас. То есть в норма ГТО входила легкая атлетика, также плавание, также лыжи, стрельба обязательно. Ну не помню насчет турпохода, а остальные все виды, практически все виды спорта. Программа физподготовки ГТО существовала в СССР с 31 по 91 годы. Направлена была прежде всего на оздоровление. Возрождение добрых традиций выполнено почти под копирку. В дань уважения даже аббревиатуру оставили. Пока не так активно сдающие. Из заявленного списка в бассейн пришла лишь пятая часть. В наше время дети были подготовлены физически лучше. Физически лучше и больше было у них заинтересованности. Рвение. Рвение. И сдача норм ГТО была как праздник. Как такие вот, знаете, соревнования. Но пусть и идут не как на праздник, а все ж стимул получить значок ГТО есть у нынешней молодежи. Он настолько весом, что способен разбудить даже в воскресенье с утра. Чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВОЗ, я думаю, это сыграет большую роль. Также себе доказать то, что я могу, что я не зря занимаюсь спортом с детства. Конечно, к подобным испытаниям готовы ребята, которые активно занимаются спортом. Для них норматив даже не очередная вершина, а скорее повседневная реальность. Спортом я занимаюсь с 9 лет. То есть разные виды спорта за всю жизнь. Карате, борьба, бокс. Но это не значит, что остальные не стоит и пробовать. Одиннадцатиклассница Даша 8 лет не посещала бассейн, а проплыла на отлично. И в легкой атлетике тоже показала себя успешно. Родители дочерью гордятся. Они очень рады за меня. И так как я первую часть дала на золото, они очень горды за меня. Порадовать маму, показать себя, заработать дополнительный балл, неважно что побуждает. К сдаче нормативов, как бы они ни назывались. За десятилетия существования нормы ГТО не раз менялись. Но суть комплекса была и остается прежней. Поддержать здоровье рядовых граждан. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Владимир Бижонов, Видное ТВ. А в нашей студии Евгений Белоусов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпф». Поговорим сегодня о возобновленной традиции сдавать нормы ГТО. Скажите, пожалуйста, активны ли сегодня школьники, например, активно ли сдают нормы ГТО? Знают ли об этом что-то? В основном сейчас пока рассчитаны программы на школьников, так как им дают баллы, как ЕГЭ. И в основном сейчас программы рассчитаны на школьников. И те, кому надо, те идут активно, но большую часть мы как бы заставить не можем, все идут добровольно. Не задраны ли нормативы? Может ли любой желающий сдать нормы ГТО? Могут. Какая физическая подготовка должна быть? Не обязательно должен быть профессиональный спортсмен. Это может сделать любой, даже тот, который занимается по утрам легкую пробежку или физкультуру, делает гимнастическую гимнастику по утрам, спокойно может сдать. Скажите, пожалуйста, как вы привлекаете тех, кому не нужны баллы для ЕГЭ? По какой возраст вообще можно сдавать норму ГТО? И как они к вам приходят? Норму ГТО можно сдавать с 7 лет и до 60 и даже старше. У каждого своя степень подготовки, степень различных мероприятий. И привлекаем, но пока привлекаем через средства, как бы даем в управление образования, какие дни мы принимаем, и они к нам приходят. Скажите, пожалуйста, если человек захотел получить значок ГТО, куда он должен обратиться? В центр ГТО, что касается нашего Ленинского района, то в центр ГТО Ленинского района. Эта информация есть на сайте, куда обращаться. А где вот сама площадка, где принимают? Сама площадка, пока она у нас в строительстве, она будет на стадионе Металлург, будет всем оборудована и будем там принимать. Будет составлен график, когда какие организации приходят, когда какие школы приходят. И в этот день мы будем с утра и до вечера. Это о каком будущем вы говорите? Это буквально весной, как нам пообещали, руководство уже будет сдан. Превосходно, я считаю. Спасибо большое. И напомню, что в нашей студии был Евгений Белоусов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп».